Доброго всем времени суток! Сегодня у нас ЕФО. Так, у нас тут операция. Сбор материала. Ну понятно, значит будут паучки. Так, где там Ближневосточный Альянс? Азиатская Республика. Давайте, наверное... А, ну во-первых, надо посмотреть, что у меня там в производстве. Вспомнить, так сказать. Угу, лазер. Ну понятно, да. Так, картридж. Ага. Да, надо поскорее лазерную технологию осваивать полностью. Потому что появится возможность... Не помню, правда, что там еще надо. По-моему, не только лазер нужен, но и еще что-то дополнительное. То ли вскрыть пришельца. То ли вот происхождение изучить. В общем, будет возможность шокер дистанционный разработать. Что очень неплохо. Ну и само по себе лазерное оружие вещь неплохая. Зарядов там, правда, маловато, но зато точность. Довольно-таки. Так. Давайте, наверное, переоденем их, что ли. Ну, камуфляж в смысле. Так. Ну пусть будет так, хотя бы. Там, в принципе, под территорией непонятно, но джунгли. Я как-то сомневаюсь, что там. Хотя и не пустыня, в общем-то. Ладно, пусть будет пустыня. Раз уж я взялся, так сказать. Кстати, да, неплохая идея тут пришла мне в голову неожиданно. В принципе, от камуфляжа-то ничего не зависит. По крайней мере, пока. Надо попробовать одинаковых бойцов. Ну, то есть, например, вот у меня два штурмовика с плазмами. Два снайпера там вот. Их сразу перекрасить в отдельный цвет. Чтобы потом можно было довольно быстро ориентироваться. Не только по названию. Вот. Не знаю. Может, конечно, в следующих версиях они что-нибудь там придумают. Интересненькое такое. С камуфляжем. Ну, вот пока что. Маленькое бунгало. Ну да, тут не сказать, что прям такие джунгли. О, четыре сразу. Неплохо. Угу. Жуки-пауки и... Ребята. Ну, хорошо хоть без гранат. Это радует. Интересно, кстати, видны края тайлов, из которых текстурки почвы набраны. Ну, ладно. Близко как прям, а? Смотрите. Ну, а лови. Раз пришел. Так. У них тут корабль. Корабль, кстати говоря, большой. Транспортник. Не люблю такие. Их приходится всегда зачищать. Так. В принципе, с этими снайперов можно вообще пока что не использовать. Ну, ладно. Выставлю. На всякий случай так. Чтоб были. Чтоб при деле. Вот, кстати, пулемет. Можно будет заменить тяжелым лазером. Подходящий класс оружия. И это будет куда как лучше. Вот пулемет, в принципе, и неплохо себя зарекомендовал. Но он имеет все-таки большой разброс. Лазеры в данном случае предпочтительнее. Хотя у лазера, по-моему, есть довольно-таки большие отрицательные стороны. Ну, вот, например, броня пришельцев. Тяжелая броня, по-моему. Ну, вернее, не тяжелая. У них средняя там броня. Средняя броня у них довольно сильно задерживает этот самый лазер. Вот. Поэтому приходится там всаживать по много выстрелов. А сама обойма не очень большая в лазерной винтовке. И это минус. Ну, и ко всему прочему, абсолютной точности там нет. Да, он точный. Да, на дистанции он, конечно, в чем-то лучше от плазмогана этого. Но все-таки есть отрицательные черты. Собственно, как и у авиационного варианта. Там в описании, кстати, по-моему, и было даже написано, что на коротких дистанциях он хорош. Ну, а дальше уже в атмосфере он начинает просто-напросто рассеиваться. Вот. Так, этот пойдет сейчас, наверное, резать с мирных. Я не успею. Если только со снайперки. Ты смотри. Близко подобрался. Ну, ожидаемо вполне. Кстати говоря, сейчас могут отсюда выползти. Перед входом. Встал. Да, это он, конечно, не очень хорошо подкрался. Заблокировал мне гранатометчика. Придется стрелять так. Благо. По крайней мере, вблизи снайперы хоть на что-то способны. Так, а где еще один? А, с этой стороны решил заходить. Давайте. Его, наверное, просто спалим. Вот. Не будем отвлекаться. Так, пулеметчик, пулеметчик. В общем-то, пулеметчика, наверное, лучше сюда все-таки направить. Так. Там вряд ли кто останется живым. Этот тип со своим керклинком постарается. Наверняка. Плазма, кстати, тоже такое хитрое дело. Неоднократно было вот видно. На видео, ну, мы их, как пришельцы, довольно-таки метко стреляли. В том числе, кстати, из пистолетов. На очень большие дистанции. Но... Это ни о чем еще не говорит. Потому что... Такие вот снайперы, как у меня, в отряде... Да плюс еще это оружие все-таки, как-никак, иноземное. Ну вот. Поэтому точность там тоже. Дальше там будут еще бластеры тяжелые. Ну тут, конечно, вещь суровая и очень опасная. Он стреляет в двух режимах. И один из режимов, это луч. Такой прямой, широкий луч. Вот этот луч чрезвычайно опасен. Там сразу, по-моему, чуть ли не вся обойма выжирается на него. Ну, непонятно, что урон там соответствующий. Он, по-моему, даже какие-то стенки тонкие умудряется прошибать. Вот. По крайней мере, вот как пули, например, да? Когда она прошибает стекло первым выстрелом, и уже вторым потом выстрелом ты стреляешь по цели. Эта штука, по-моему, сразу прошибает стекло насквозь и уже бьет непосредственно, так сказать. Заталился у нас тут жук. Немножко ему шкуру подпалим. Так. Да, кстати говоря, надо выставить. Что-то я забыл совсем за это дело. Подрасслабился и могут наказать. Ещё, кстати говоря, есть гадкая довольно вещь. Помимо плазменных гранат. Плазменная граната, ну, в сущности, обычная граната. Только мощная. А есть такая гадкая штука, как плазменный меч. По сути дела, это вовсе никакой, конечно, не клинок абсолютно. Просто рукоятка, которая прилипает определённым образом к броне, к одежде, к телу. Ну, это я сейчас говорю, как там в описании было, по-моему, так как-то. И, собственно говоря, потом из соответствующего сопла там вырывается просто плазма. Ну, прожигает насквозь. Такая граната хитрая. Вот, та убивают, по-моему, с первого раза. Даже в тяжёлой броне. И в средней, по-моему, точной. Вот. И причём точность броска там довольно высокая. Точность попадания. Ну, и плюс ко всему, вот, как показала практика, так сказать, сколько я вот играл до этого, всегда в основном пришельцы вот эти вот стараются близко подойти, и уж потом кидают. То есть, например, вот как они с плазменными гранатами поступали, такого, наверное, не будет. Ну. Туалет типа сортир. Да. Даже с дверкой. Так, пора зачищать нам местность. Отсюда не просвечивает. Значит, они либо тут, либо вышли. Но, скорее всего... Да. А вот интересно, всё-таки порой игра себя ведёт. Не знаю, тоже вот с одной стороны как-то, в принципе, прям стоит даже написать, может быть, им, разработчикам, по поводу этого дела. Хотя у них там хватает чего исправлять. Ну, это тоже. То есть, вот такой здоровущий корабль, и там, например, всего 3-4 пришельца. Хотя тут вот так вот, если посмотреть, даже по внутренним вот этим вот отсекам. То есть, например, один там за медицинский отсек отвечает, другой там, не знаю, что у них тут, лаборатория какая-то или медотсек. Два пилота, по-моему, там сверху. Даже больше. Ну да, вот. Где-то два пилота. Это, наверное, орудиями командуют, или ещё что-нибудь такое. Ну, короче говоря, тут как минимум человек 8 надо, мне кажется. Плюс ещё, если это дропшип, то понятное дело. Это и к тому, что смысл гонять такую здоровую технику, из которой вылезает там 3-4 пришельца. И в то же время, когда с лёгких вот этих вот их корабликов истребителей, там которых, по сути, там, не знаю, 3 максимум, ну, в лучшем случае. И оттуда там вылезает целая толпа. В 5-6. Ну, это как бы надо, мне кажется, править. Да, надо будет, кстати, посмотреть, что там они накрутили. Может быть, появилась какая-нибудь новая стабильная версия. Вот. И тогда можно, в принципе, попробовать уже в неё. Но, пока что всё, что я видел до этого, мне не нравилось. Потому что там много недоработок. Не совсем они ещё перешли на новые модели. Часть моделей старая, часть моделей новая, поэтому смотрится не очень, естественно. Кстати, вот ту же окраску, не знаю, будут они вот этот вот камуфляж водить или нет. Там, вообще говоря, броня такая на вид, ну, очень сильно напоминает карбон, поэтому его, как бы, красить-то особо и нет смысла. Ну, не знаю, вот такая фишка, в принципе, прикольная довольно-таки. Лучше бы они её оставили. Ну, плюс ещё, к всему прочему, игра-то по интернету предполагалась. Ну, и, соответственно, там команды тоже как-то надо раскрашивать. Чё-то как-то пусто. Сошёл с ума, его пристрелили. Пешеную собаку. Так. Теперь сюда. Кто ходит? А, ну, ходят, наверное... Да, мирные жители ходят, скорее всего. А, даже так. Ну, вот о чём я и говорил. То есть, смотрите, четыре их всего. Не знаю, то ли они хотели... Ну, так вот, если, допустим, пойти на поводу игры и попробовать представить, зачем гонять такой здоровый корабль, можно предположить, что, например, они хотели там похитить кучу этих мирных жителей, туда загнать. Вот. И тут я такой спасатель. Может быть, конечно, но... Чё-то как-то сомнительно всё это. Так. Ещё вроде как хотел я... Ага. Да. Хотел я. Мы снова возвращаемся к тому же. Ждём конца месяца, чтобы нам баланс нормальный получить. Тогда нужно выйти в лабораторию, вот здесь вот основать, и исследования пойдут получше. Ну, а пока особо много-то нам не остаётся. Так. Тут я и так вроде как распродал уже всё, что мог, и всё, что не мог, тоже, кажется, продал. Пистолетов мне столько сроду не надо было. Ну, вот так вот. Немножко установили. Так. Ммм. Да, тебя бы, конечно, дружище, сбить бы как-нибудь бы. Стоп, какая нафиг жар-птица? Что я делаю? С рацией, конечно же. Главное, чтобы сейчас опять не заглючил обой воздушный. Хоть там у меня и снаряжена всего лишь одна вот эта батарея ракет. Предположительно, не глючная. Ага, а стрелялся, улетел. И этот какой-то пассивный. Даже, кстати, атаковать не стал. Странные дела творятся. Полетали, постреляли. Причём пострелял в основном я. Но он просто взял и улетел. Ну и ладно, улетел и улетел. Лучше, правда, сел где-нибудь. Ммм. Так. Уж я бы отправил делегацию. Так, чё там? Сейчас я оставил. Хорошо. Так. Теперь. Хотелось бы вот это. Давайте посмотрим, что мне нужнее. Мне нужнее заменить пулемёт сразу. Поэтому вот так вот поступим. С другой стороны, это оружие всё-таки не массовое. Будет оно у одного человека в отряде. Давайте тогда то, что актуально. Вот это вот. Всё равно начинать когда-то надо. И лучше сделать это пораньше. Понятное дело. О, вот с этим уже связываться я побоюсь. Пока что у меня лазер-то не готов. Так, 7,5. Неплохо. Ага, готов у меня лазер. Так. Но его ж ещё снарядить надо. Так, сюда мы поставим лазер. А что у меня вообще говоря? Так. Да, вот. Ага. Да, надо ещё всё-таки лазерную защиту базы ставить. Чё там, скоро поставят лазер-то? Ага. Уже стоит. Давайте попробуем. Не хочется, конечно, терять ещё один. А, я, наверное, и не успею, да? Да. Чё-то он как-то вообще резко пропал. Вроде как и не высадился. Интересно. О. Летит. А тут у меня, кстати, по-моему, ничего хорошего. А, есть вот этот, но он довольно-таки сильно был подбит. Сейчас его немножко подлатали. Ну, мне сказать, что прям сильно. Кстати говоря. Кстати говоря. Да, приборов не хватает. Катастрофически. Почему-то их ещё и не продают. Не знаю почему. Давайте попробуем, что ли. У меня, конечно, очень большие сомнения. Хоть это... О! Ну, ладно. Может, хотя бы один удастся подбить. Есть. Этот мы отпускаем. А сюда, ребят, вышли. Не проверил я, правда, чё там как у них по снаряжению. Ну, ладно. По идее, я выдавал всем плазменные винтовки сразу же, как только изучил. Должен был, по крайней мере. Так, ну, судя по... По экрану загрузки, у нас таманы. Таманы это хорошо. Главное, чтобы эти таманы были... Легковооружёнными. Пока что это так. Так, отсюда я, в принципе, попаду. Ну, вот, кстати говоря, интересный такой момент. В прошлой битве я одним выстрелом почему-то его убил. И он, кстати, тоже был не бронированный и приблизительно так же вооружённый. Но этот парень покрепче оказался. Хотя таманы, они вообще говоря, по-моему, хуже всех взрывы переносят. Насколько я помню. Хоть у нас пока что ещё и не вскрыт ни один. Кстати, тоже надо бы этим заняться. Надо всем заняться. У меня всё нужно исследовать уже на данный момент. Да. Но пока что с большим опозданием идут работы. Надеюсь, постройка лабораторий на второй базе дело поправит. Хотя бы немного. О, сейчас бы прошёлся б. Так, отсюда... Кстати, можно бы и выстрелить. Между прочим. Шанс есть. Небольшой, но есть. Отлично. Так, теперь ты. Это, конечно, я здорово засел. Так. Ну, заодно посмотрим, как метко стреляют мои ребята. Из плазменных винтовок. Надеюсь, что всё-таки хотя бы немного. Попадут. Так, ты не в ту сторону смотришь. Ну, ладно. Теперь уже не развернусь. Ага. Тот выстрел был очень хорош. Просто потому, что... Запугал его. Это радует. Вот так вот. Так. Как бы мне тут так пройти, чтобы ещё и не попадать особо. А, вот так. Ну, насколько я могу судить, их тут трое. По крайней мере, больше никто не вылез. Было больше. Уже появились. Уже появились. Наверняка. Ну, это, конечно, неприятно. Вот о чём я и говорил. Надо срочно что-то делать с бронёй. М-м-м-м, да. Так. Ну, так, нормально. Кстати, довольно много вылечил. Основная у нас ударная сила гранатомётчики по-прежнему. Да так, собственно, оно и останется надолго. Так. Ну, вот только я начал говорить о том, как несправедливо распределяется количество мест в кораблях пришельцев в отношении к размеру самих кораблей. Как тут же стало всё исправляться, вроде бы как. Угу. Так, стоп, я опять же арт-птицу выбрал. Зачем так? Вот. А, я совсем забыл, честно говоря, про эту базу, но... Ладно. Что-то там стреляет. А, ясно. Как бы сейчас ещё сюда не пришлось лететь мне. Угу. Ну, так вот оно, собственно, и вышло. Так. Я же ещё и отсюда вызвал эту фигню. Молодец я. Так. Давай так. Правда, лететь ты будешь очень долго. Ещё сейчас какая-нибудь гадость прицепится. Наверняка. В принципе. Даже не знаю, чё и делать. Нет, давайте, наверное, не так поступим. Вот так поступим. Давай домой. Пока не прилетят. Пока расправятся. Плохо нельзя накрыть их каким-нибудь там ударом. Не знаю, ракетным, что ли. А хоть давайте так. Всё равно ближе. Разберёмся с этим и потом полетим туда. Автобой, кстати, можно было. Но, чё-то как-то не хочется мне рисковать. Так. Чё у нас там? Камикадзе. Понятно. Угу. Ребята стоят очень нехорошо по отношению ко мне. Ну, очень нехорошо. У меня ещё, как назло, небось и гранат нету, да? Нет, есть гранаты. Я, правда, боюсь, что мне это не сильно-то поможет. Тоже с плазменной. Тоже с плазменной. Лей-ё. Ладно, давайте попробуем. Допустим, подкат. Да. Толку с этого, конечно. Так. Ну, хорошо. Этому потребуется довольно много пройти. Тут я, конечно, немножко натупил. Не надо было так делать. Ну, ладно. Так. Дальше. Рассредоточим силы. Дабы одной гранатой всех не повалило. Так. Тут вроде николы нет. Собственно говоря, их, наверное, всё-таки трое. Опять же. Тоже куда-нибудь сюда. Ну, неплохая точность. Между прочим. Дауинг-таки. Так. Тебя надо как-то... О. Прилёг. Ну. Отлично. О. Лей-Васкес получает повышение названия Ефрейдер. Ну и хорошо. Продаем. И не спешим возвращаться. У нас есть ещё одно дело. Главное, чтобы никто не прицепился. М-м-м-м. Интересно. Так, это местный. Это нам не надо. Ну, торопиться мы не будем. Хоть, в общем-то, есть надежда, что... Не особо вооруженные враги. Ну, у меня немножко подбитые, ребята. Не хочется по-глупому потерять. Так. Наверное, вот так даже. Ага. Вот там уже что-то кидают. Надеюсь, не в меня. Без гранаты? Это хорошо. Давайте попробуем снайперским выстрелом. Ну, ясно. Так, а вот этот вот... Может попробовать обойти? Ну, неплохо. Солидная такая плазма. Вылетела. Что-то совсем слабо. Ну, ладно. Так. Выгодная снайперская позиция. Куда-то сюда он пошел. Ммм, подождем. Ну, вот и где он есть. Ну, я так предположу, где-то тут он лазит. Раз гражданский тут у нас вылетел прям так быстро. Пойдем его зажимать, значит. А, еще и очков-то нету. Угу. Да. Гранату он потратил. У меня, кстати, вообще никакого оружия нет. Хоть прям живого убери, но мне нечем просто-напросто его брать пока что. Я парализаторы не взял никакие. Он уже все. Спекся. Осталось только пойти добить. Ну, вот так. Причем, кстати, он, по-моему, подорвался на своей гранате. Мне так кажется, по крайней мере. Хотя бы немножко его задело. Дождемся возвращения нашей команды. И тут уже боевой. Ну, с ним мы, наверное, будем разбираться уже в следующей серии. Так. Для начала. Ну, вполне неплохо идет исследование. Есть надежда, что к концу месяца, может быть, мы даже и приблизимся к разработке нашей собственной брони. Вот. Средний. Ну, а пока на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.